Новый год, новое благоустройство. На сайте Иваново РФ началось голосование по отбору территорий, которые облагородят в этом году. Денег на реконструкцию всего города разом, конечно, не хватит, поэтому приходится выбирать, куда вложить средства прежде всего. Из семи локаций обустроят максимум 2-3. Мы считали крупненно. На какие-то объекты у нас уже проектно-смертная документация есть. Эта красная толка была разработана еще в 2016 году. Остальные у нас имеются примерные понимания, скажем так, крупненные расчеты, сколько это стоит. Соответственно, когда мы поймем какие-то объекты, будет разработана проектно-смертная документация. Ряд общественных территорий, которые попали в шот-лист, предлагали благоустроить еще в прошлом году. В их числе, например, пятачок напротив Красной Церкви. Сейчас эта территория в центре города никак не используется. Есть предложение разбить здесь небольшой сквер, высадить деревья, кустарники и положить тротуарную плитку. А на ваш взгляд, что здесь можно сделать? Сквер, лавочки. Не знаю. А ты что бы хотела? Ну, какую-нибудь беседку. Мне кажется, площадь революции, вот, то есть там, конечно, наличие памятника, вот этой церкви, часовни. Вот, желательно, вот, еще получше. Может, там деревья какие-то, цветы, вот, клумбы, вот. Тоже было бы неплохо. Еще один крупный объект из прошлогоднего перечня – мемориал «Красная Талка». По самым приблизительным подсчетам, стоимость его реконструкции – около 70 миллионов. Столько же потратили на благоустройство площади Ленина. Вы считаете, что нужно мемориал на «Красной Талке» облагородить? А что там нужно сделать? Ой, там много. Ободрали все. Как вам сказать? Плитку. Всю плитку ободрали. Вот. И надо восстановить, конечно. Пожалуй, самый центральный объект, вынесенный на обсуждение – сквер воинов-интернационалистов. В конце прошлого года здесь начали возводить часовню. Предлагают добавить немного скамеек и проложить несколько аккуратных пешеходных дорожек. Что бы вы здесь хотели видеть? Ну нет, здесь и так уже хорошо. В принципе, зелени много. Единственное, что фонтанчик может быть, который не сломается. Так, все вроде бы. В прошлом году местных чиновников упрекали, что они предлагают к благоустройству лишь объекты в историческом центре, забывая про периферию. На суд Ивановцев вынесли территорию между домами номер 11 и 13 по улице Парижской коммуны. Сейчас на территории в несколько сотен квадратных метров стоит большая площадка для игр и тренажеры. Местные жители хотят добавить прогулочную аллею и необычный арт-объект – Эйфелеву башню. Я думаю, здесь хорошо бы построить аллейку какую-нибудь с деревьями, с лавочками. Мне кажется, здесь будет хорошо выглядеть. Ну, конечно, хотелось, чтобы было больше зелени. Да, я понимаю, там, может быть, хотят сделать велосипедную площадочку, чтобы дети катались на велосипедах. Беговую дорожку хотели, как я знаю, тоже хотели сделать. Но желательно больше, конечно, зелени. Похожий проект есть и в московском микрорайоне. Гигантская территория между домами до сих пор не застроена. А из окон жители видят нелепый пустырь. Отличное место для сквера, в котором будут и спортивные объекты, и пешеходные зоны. К слову, именно он выбился в лидеры за первый день опроса. За него проголосовала половина ивановцев. Голосовать можно за одну и более территорий и победить та, которая наберет большинство голосов. Далее будут места распределяться по убыванию. Второе, третье, четвертое и так далее места. После этого общественная комиссия подойдет итоги и определит, какие же территории в этом году будут реализовываться. Жители и общественные организации и униорганизации могут уже выступать и агитировать за любую из понравившихся территорий. Я лично буду голосовать за сквер в микрорайоне «Московский». Территорию, которую в свое время отвоевывали у застройщиков прямо за мемориалом героем фронта и тыла, тоже вынесли на голосование. Если фасад памятника не вызывает нареканий, то его оборотная сторона – неиспользуемый пустырь. По мнению ландшафтных дизайнеров, туда так и просится уютный скверик с прогулочными дорожками и лавочками. А вот, пожалуй, самый дорогой проект – реконструкция левого берега Уводи от Соковского до Самойловского моста. Отрезок набережной протяженностью более одного километра сейчас находится в весьма плачевном состоянии. Власти предлагают укрепить берег сетчатыми конструкциями, сделать там велодорожку, пешеходную зону и разбить клумбы. Я думаю, набережную. Самый центр города, удобное место тут для отдыха, всяких там свиданий, гуляний. Я думаю, набережную. Это мое мнение. Лучше начать с набережной, потому что там большинство людей гуляет. Скорее всего, что даже гости, когда приезжают, это первое место, куда они идут, наслаждаются нашей набережной, рекой. Я бы почистила сначала речку. Речку саму почистила, а то она уже превращается в болото, честно говоря. Начать с нее благоустройство города. В администрации говорят, что очистка реки находится не в их компетенции. Если бы такой формат благоустройства был в предложенном списке, это, скорее всего, победил бы, причем с большим отрывом. Что же до голосования, то оно продлится до 14 февраля. После того, как станет известен объем финансирования, комиссия утвердит итоговые результаты, что же будет благоустроено в 2019 году. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.